всем привет ребят решил сделать вам наконец-то обзор на заклинательницу с ожогом многие просили она у меня была с каменкой поставил ожог почему сейчас расскажу сейчас рассмотрим все плюсы и данного героя многие говорят что заклинательница прототип анубису благодаря его ее духу но к сожалению это далеко не так да она может помочь там начальному аккаунту прохождение подземок но опять же анубис намного круче так давайте зайдем сначала сюда посмотрим какой у нас был 10 скилл и стоит ли ее качать на двенадцатый там где ты уже потерял вот она так ну как видите точность 152 давайте сразу десятку наносит урон равный 450 от атаки четырем случайным вражеским целям повышает атаку духа на 160 и скорость атаки на 100 на 9 секунд куда он 9 секунд герои дух присоединяются к битве вместе навык духа наносит урон равный 200 процентов от атаки духа противником 100 целей как у анубиса восстанавливает себе здоровье в размере 35 от нанесенного урона дает заклинательность и резорность на одну секунду и восстановление здоровья равное 800 процентов от атаки духа куда он две секунды не восприимчив к оглашению страху получает на 80 процентов меньше урона ну что вам сказать как бы вроде все круто но опять же это прототип жабы умирает дух умирает заклинательница до 2 там неплохо вроде паста там стоит все гуд но опять же его очень быстро могут ушатай чистый герой я вам скажу так для подземок на пвп локации ну не знаю по любому не заходит так смотрим дальше 11 скилл добавляется плюс 1 цель у вас на 11 но самое основное увеличивается скорость атаки на 200 процентов у духа так и и все на 12 там уже вас 490 еще немножко увеличение у духа атаки то есть плюс 20 процентов получается по сути это не особо много давайте теперь разберем мою как она собрана какие надо собирать она у меня была изначально скаминка обзорщик на нее есть вот 12 скилл ожог сам по себе дает невосприимчивость к атаки то есть она будет у нас появляться пропадать но на нее по сути акра не будет 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 весь агар на ее духа так дальше грудами у нас будет стоять сразу ремочка чтобы она включалась ну потестируем на подземках потом пойдем на полу по локации что-то поменяем дальше меч молнии для уклонения также стоит у нас слоник для максимального уклонения то есть она будет так чтобы по ней не попадала это чисто для по локации сборка также до не стоит раскаленный деспект так как у нее жизни не особо много 181 тысячи всего видите моронами дополнить дубами набрали 160 атаки у нее тоже не особо много у нас получилось бонусом атаки тоже намного выше 9000 так бонус судьбы вот что у нас по атрибутам она собрана у меня на уклонение также есть крит удар за счет 12 лет сопротивления за счет 12 прокачки однозначно если вы хотите чтобы у вас герой был получше надо качать все таки 12 там вне зависимости от скилла там дает хорошие атрибуты вот такая у нас сборочка уклонения в основном и плюс крит то есть одна из стандартных сборок которые собирают до большинства героя ну что поехали проверим его в рейде не знаю где где-то мы сейчас конечно найдем кого-то нормального адекватного но посмотрим вот кидаем вот как видите она бьет разные цели вот дух дух атакует и весь агар получается сейчас у нас на духа дух себя хилит неплохо вот то есть такой вариант неплохой если вам надо слить юнитом из нету анубиса например вам надо слить юнитов можно так вот пробовать смотрим что дальше будет вот духа заморозили все вот весь бой то есть она сама по себе не выживет никак ну в принципе как вариант можно воевать пробовать так на двенадцатом скеле 200 процентов ускорения я считаю это очень очень неплохо выпускаем еще разок вот сейчас он даст есть иллюзорность вот все теперь весь агар идет получается на этого духа но как видите его фрай этом очень быстро шатает соответственно у нашей заклинательности он больше не придается возможно если бы он повторно появлялся например как у профессора и бета кижаба возможно герой бы был более скажем так интересным а так чисто подземный вариант давайте еще кого-то найдем у юнитов сливать можно то есть в этом он да похож на анубиса сейчас мы выпустим просто анубиса живучий тут ничего не скажешь у него ему к стану ну и соответственно ее тоже не могут слить потому что на каждую секунду пропадает плюс ожог у нее стоит то есть это одна из скажем так интересных топовых сборщик вот все пропало и все у нас просто сейчас будут сливать так принципе тут можно словно убрать он тут не особо актуален так как они и так там будут очень редко попадать поставить сюда вот так вот ангела он будет духом нас хилить давайте еще такой вариант рассмотрим вот начало фрея фиящить как обычно ну вот видите у него сейчас уменьшение урона пошло и у нас смотрите как отлично на фрея но 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 не дайте слиться все равно сливает то есть массового урона видите нету вот теперь кидаем анубиса ну анубиса тут однозначно тоже раздадут сейчас я посмотрю какая там сборка анубиса идет процентуальный урон то есть если вы думаете что вас дух будет много наносить это далеко не так сам по себе анубис тут не атакующий тут тоже не с ожогом вот смотрите наносит урон равный 345 процентов от атаки максимум 100 цели вроде также там приблизительно также снижает атаку еще один плюс самое основное наносит дополнительный урон всем врагам равным 12 процентов от максимального запаса здоровья сейчас мы зайдем на подземке вы просто увидите разницу там подземочки жестокая 8 10 до вот смотрим кидаем заклинательницу вот youtube начинает бить ускорение все дела все отлично все вроде всех героев послевали теперь смотрите урон от духа видите да там в районе 200 340 тысяч то есть особо много урона нет единственный плюс то что она может быть бить и здание допустим да там бьет здание юнитов вот в этом ее как бы плюс то есть она дальник она бьет по всей карте в этом как бы плюс рассмотрим дальше вот смотрите какой урон то есть на подземках она да будет хороша там ускорение на всем были тоже считать здание но опять же самых жирных топовых драконов весом она убивать не будет даже тех же самых аннубисов если брать дальнейшие подземки семерки например кошмарки там она будет помахать чисто против юнитов есть там 76 по моему там много есть разных которых проблем которые проблемно проходить вот все добежал смотрите мы полторы минуты половину снесли до тормез вот ангел дает все слили все его слили и она по сути стала осталась без иллюзорной стены тут ангел сейчас будет у нас под хил давать давайте уже досмотрим встанет то есть тут какой бы вы даже талантик не поставили без разницы лучше наверно ставить там бог войны до если там на пвп локация на толку будет больше она будет все равно там пропадать все равно вся атака будет в основном идти у вас на духа изначально она хотя бы может какой-то урон нанесет такая вот это чисто такой вариант даже не знаю на подземке там без разницы куда если духа сольют все без разницы какой у нее будет талант так хоть возможность будет что она кританет там пару раз нормально то есть атакующий талант и может попробую на ней посмотрим пишите в комментах если поставить ей какой-то атакующий талант и посмотреть как она будет сносить ну если вам нравятся видосы обязательно ребята ставьте лайк ну вот сейчас она мясо идут к ней смотрим чем у нас будет 52 процента мы набрали сейчас за счет ангела кстати она может вполне затащить сопротивляется данил с 33 минуты а теперь смотрите разницу но без а потому что многие думаю что это одно и смотрите внимательно аннубис не атакующего талант но то есть не атакующий вариант бейсболы войны конечно нас тут станет смотрите внимательно на урон видите да разницу причем он много зданий не разрушил но самое основное от него то что он отнимает 12 процентов то есть он для них даже еще не добежал он уже больше половины вот сейчас еще два залпа и все в принципе вот все то есть вот вам разница дальше там выпустили себе все герои добили уже вот в чем разница между этими играми они не одинаковые далеко теперь давайте протестируем ее забытой создать команду вот сюда к этим ее поставим может сейчас каких-то топов найдем давайте даже вот так вот сделаем их немножко назад это дверью сохранить поехали вот дух пошел нас заблочили и все нас ничего не спасло надо попробовать будет взять топ надо попробовать будет взять топ за башки 4 уже хотя такая лень иногда бывает вот это вот выставлять все героев это каждый раз надо все переставлять так давайте может тут повезет то есть как видите она здесь абсолютно бесполезная да она там атакует здесь вроде затащили ее опять же слили то есть по ней все равно попали вот у противника тоже стоит дух он даже практически не ударил его обезвредили то есть можно ее застанет даже если у вас там будет на ней пятая ремка поехали противник посмотрим вот то есть дух урона особо много не наносит как танк он может там еще танковать все вот она еще жива ничего себе смотрите как сопротивляется это жесть может это действительно имба ну вот ожог вот это ожог плюс уклонения но здесь если бы был сейчас слоник думаю может было бы даже получше все сейчас попробуем поставим и слона обратно вот про еще сообщение от проблем обезвредить и убить стан плюс афина там как не крыл сейчас мы немножко поменяем пачку так где там она у нас ставим и слона по набору энергии как видите у него набор довольно таки неплохой идет но издали она бьет но опять же минус она бьет все цели если бы она была героя было бы думаю более интересно так слона мы и поставили побежали дальше добьем еще забытую чуть-чуть что за ник нигер плюс 30 сантиметров прямо сейчас посмотрим какие у тебя там 30 сантиметров да ладно смотрите чем мы сделали просто блядь нигера практически унизили вот смотрите она сейчас у нас осталось со слону но почти отдали победу нигеру ну как то как то вот так вот я бы не сказал да она будет хорошая на любом начальном аккаунте но если вы хотите дальше в топе там воевать сразу вам говорю что это не тот герой на которого надо вливать ресурс для подземок если нету анубиса да это отличная замена для какого то топа там это не то у не топа прокачивать однозначно надо надо прокачивает судьбу надо прокачивать силу но изначально если нету анубиса однозначно да если есть анубис можно даже не заморачиваться это не то что вам поможет вливать мне кучу ресурсов даже не советую так чуть-чуть там не хватило вот в принципе вот так вот ребят тут особо обозревать нечего по талантику могу сразу сказать сюда талантик подойдет что ожог подойдет что каменка подойдет но я возможно потестирую еще с полу башни каким-то вариантом там бог войны грубая сила пишите в коментах чем вы хотите увидеть ну просто герой сам по себе без духа никакой у соответственно как и многие герои последние все подписывайтесь на канал участвуйте в конкурсах всем пока